Когда речь идёт о помощи жертве внезапной остановки сердца. Не все автоматические внешние дефибрилляторы АВД одинаковы. АВД-Дифи-5С помогает спасателям инструкциями в реальном времени и удобен в использовании. Медитих-Дифи-5С, который рекомендуют медицинские специалисты, имеет кнопку педиатрического режима, чтобы снизить мощность воздействия на детей и предотвратить ожоги сердечной мышцы. Светодиодные индикаторы помогают следовать инструкциям. Инфракрасный порт для передачи данных на компьютер два языка на выбор. Пять уровней громкости, чтобы вы могли чётко слышать голос и использовать устройство в любом месте. Дифи-5С имеет ежедневную, еженедельную и ежемесячную самопроверку, которая поможет вам определить, готов ли АВД к использованию. В комплект входит сумка для переноски АВД, которая позволяет использовать устройство, не вынимая его из сумки. В ней есть отделение для аптечки первой помощи и надёжное отделение для гнезда электрода АВД, защищающее его от воды и пыли, а также светоотражающие знаки для использования в тёмное время суток. Компьютерное программное обеспечение Дифи-софт, поставляемое в комплекте с устройством, отображает информацию о состоянии, доступную во время использования Дифи-5С, такую как время события, описание и электрокардиограмма пациента. Язык подсказок и громкость также могут быть изменены с помощью компьютерного программного обеспечения. Давайте посмотрим на АВД Дифи-5С. Порт связи, инфракрасный порт для передачи данных на ПК. Светодиодные индикаторы состояния помогают следовать инструкциям. Кнопка удара предлагается нажать при полной зарядке и мигает красным цветом. Внешний динамик для получения подсказок. Кнопка режима для выбора диапазона мощности для детского или взрослого режима. Ручная переноска для удобной переноски и легкого захвата АВД. Кнопка включения и выключения для включения и выключения устройства и подключения АВД к ПК. Гнездо для электродов для подключения электродов к АВД. Визуальные инструкции для руководства и помощи шаг за шагом. Корпус устройства жесткий, имеет высокую прочность, легкий и обеспечивает эластичность и устойчивость. Если человек находится без сознания, сначала необходимо проверить, дышит ли он и реагирует ли на раздражители. Если он не реагирует, следует немедленно позвонить по номеру службы спасения и сообщить о случившемся и его местонахождении. Обратите внимание на движение грудной клетки и прислушайтесь к звуку дыхания, затем почувствуйте, как воздух выходит изо рта. Проверьте пульс пострадавшего, положив указательный и средний пальцы на шею рядом с трахеей или поместив два пальца между костью и сухожилием над лучевой артерией. Начинайте искусственное дыхание как можно скорее, потому что через 10 минут повреждения мозга становятся необратимыми и вы знаете, что спасение пострадавшего действительно в ваших руках. Чтобы заставить кровь двигаться во время искусственного дыхания, требуется некоторое время. Поэтому очень важно нажимать сильно и быстро, чтобы увеличить давление и обеспечить приток крови к мозгу. Надавливайте на глубину не менее 5 сантиметров, чтобы сжать сердце и обеспечить отток крови. Давление от 100 до 120 раз в минуту необходимо для поддержания кровотока. Подготовьте два вдоха для спасения пострадавшего. Задержите первый вдох на одну секунду и наблюдайте, поднимается ли грудная клетка. Сделайте второй вдох, если грудная клетка поднимается. Если грудная клетка не поднимается, повторите наклоны головы и подъем подбородка, затем сделайте второй вдох. Один цикл состоит из 30 сжатий грудной клетки и двух циклов вентиляции. Будьте осторожны, не делайте слишком много вдохов и не дышите слишком сильно. Продолжайте компрессии грудной клетки, чтобы восстановить кровоток. 30 сжатий грудной клетки и две вентиляции. После включения АВД-ДИФИ-5С он начнет говорить, следуя голосовым подсказкам. Вам нужно будет выбрать режим, взрослый или детский. Вам будет дна инструкция поместить накладку на обнаженную грудь пациента, как показано на пластиковом листе. Затем вам будет дано указание держаться подальше от пациента и не прикасаться к нему, пока ДИФИ-5С анализирует сердечный ритм. Снимите одежду с груди пациента. Откройте упаковку электрода. Снимите с электродов защитную пленку. Если пострадавший, взрослый. Поместите электрод на правую верхнюю часть грудной клетки и левую нижнюю часть грудной клетки. Существует два способа крепления электрода у ребенка. Если тело ребенка большое. Поместите электрод на место взрослого, если два электрода не соприкасаются. Если тело ребенка маленькое. Поместите одну накладку на центр груди, а другую на спину, если тело пациента маленькое и два электрода соприкасаются. Если ритм выглядит следующим образом, вы видите, что сердце больше не перекочевает кровь эффективно, это смертельный ритм, и его необходимо быстро остановить. Когда автоматический дефибриллятор DeFi 5S проанализирует сердечный ритм и придет к такому выводу, он голосовой командой предложит вам нажать красную кнопку шока. Устройство DeFi 5S посылает электрический ток через сердце и обратно. Цель шока – полностью остановить несогласованный ритм сердца на очень короткое время и дать ему шанс вернуться в норму. Делайте все возможное и не сдавайтесь. Автоматический наружный дефибриллятор DeFi 5S дает вам возможность спасти чью-то жизнь. DeFi Soft DeFi Soft – это компьютерное программное обеспечение, поддерживающее прием данных, передаваемых через инфракрасный порт. Считывание волн электрокардиограммы, установка языка и громкости голоса на DeFi 5S и сохранение данных записи. Длительное нажатие кнопки «Включить выкль» включает инфракрасный датчик. После выбора языка DeFi Soft введите серийный номер устройства и длительным нажатием кнопки «Включить выкль» активируйте систему данных DeFi Soft. DeFi Soft отобразит информацию о состоянии, записанную во время работы DeFi 5S, включая тип, время события, описание и волны электрокардиограммы. Коэффициент усиления формы волны электрокардиографа может быть установлен на 5 мм, 10 мм или 20 мм. Скорость формы волны можно установить на 12,5 мм, 25 мм и 50 мм. Вы также можете распечатать и сохранить данные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...